Всё строго по графику. В день будут подключать по 200 многоквартирных домов. Всего на очереди более 2000. Подключение объектов, они начинаются от источника на периферию. Сразу всех подключить технически невозможно. Если это сделают, тогда у нас нарушится температурный гидравлический режим. При этом энергетики предупреждают, без аварии не обойдётся. Уже сейчас начала работать спецкомиссия. В неё вошли представители ТГК, жилинспекция и администрация города. На Чайку и шесть бригад. Работают в круглосуточном режиме. Но вот к таким сюрпризам они явно были не готовы. Жалобы на ржавую воду с запахом масла поступили к нам в редакцию от жителей из разных районов города. Вот такая тёмно-коричневая жижа в посёлке Аэропорт. С песочком. В районе 40-х кварталов Октября и Саян. Действительно, она и ржавая, а у нас вообще холодная. На Цибиковой одина вообще холодная идёт вода. Вода была чёрная, действительно, маслянистая такая. После того, как воду пропустил, думал, пройдёт, не прошло. Энергетики считают это обычное явление. Так бывает при подготовке к отопительному сезону. Я думаю, если какие-то отдельные моменты возникают, я думаю, сегодня-завтра, то есть этой проблемы уже не будет. То есть связано с запуском, где-то какие-то дома, в принципе, 98% домов промыто. Отдельные дома ещё промывка выполняется. За ответом мы обратились в одно из же города на Солнечный. В их ответственности 78 домов. Как раз в одном из них на Терешковой песочная вода. Льётся уже вторые сутки. Я считаю, что идёт где-то замена теплотрассы где-то на участке. У меня сейчас нет теплотрассы, много теплотрассы нет. Я, скорее всего, считаю, что оттуда. По словам жилинспекции, за наружные сети отвечает ТГК за внутридомовую управляющую компанию. Промывку труб обязаны проводить дважды в год, весной и осенью. Что касается дома на Терешковой, трубы в последний раз промывали только после зимы. Если из наружных сетей зашёл коммунальный ресурс некачественный, то в любом случае управляющая компания должна предъявлять претензии ресурсоснабжающей организации. Потребитель напрямую в ресурсоснабжающий не должен обращаться. Выяснять, кто прав, кто виноват. В отношении ТГК-14 необходимо провести надзорные мероприятия. Думаю, здесь Роспотребнадзор и технадзор должны подключаться. Жилинспекция в свою очередь обещала провести проверку и выяснить причины некачественных услуг. Между тем, дома обещали подключить к теплу в течение 10 дней. А вот когда потеплеет в вашем доме, можно узнать по телефону единой диспетчерской службы. Саюна Бухаева, Валерий Чайдопов, телекомпания «Аригус».